26 сентября в администрации Ленинского района глава муниципального образования Сергей Кошман провел совещание с представителями общественности. На нем присутствовали члены районной общественной палаты и делегаты общественных объединений, входящих в координационный совет. Сергей Николаевич для того, чтобы опровергнуть слухи, которые появляются в некоторых СМИ, рассказал собравшимся о причинах его двухнедельного отсутствия и о той автомобильной аварии, которая произошла с ним в начале сентября. В ходе аварии я получил травмы. Травмы достаточно тяжелые. Сильное сотрясение мозга и, соответственно, компрессионный перелом позвоночника. К сожалению, две недели не мог реально выходить на связь, потому что кто когда-нибудь получал сотрясение мозга, наверное, понимает, что это такое. Это никакие не мобильные телефоны, это никакие не посетители, это ничего. Плюс еще вытяжка позвоночника, потому что дело стояло так, что вообще мог быть без движения. Сергей Кошман объявил результаты голосования в Мособлдуму по второму избирательному округу, где он набрал наибольшее количество голосов. Однако на данный момент технические вопросы и юридические шероховатости не позволяют получить главе мандат областного депутата. Глава Ленинского района также посчитал важным обсудить собравшимися итоги социально-экономического развития района и задачи на период до 2018 года. Несмотря на то, что после ухода большей части территории к Новой Москве, районный бюджет в разы уменьшился. Ленинский муниципальный район продолжает занимать лидирующие позиции. На 24% вырос показатель оборота оптовой торговли. На 15% оборот розничной торговли. Вот жилья составил 472 тысячи квадратных метров. До конца года мы введем еще 478 тысяч. Всего миллион квадратных метров Ленинский район опять вытянул. Я отметил, что благодаря строительству новых микрорайонов жители района получают развитие социальной инфраструктуры. За последние 4 года в районе появилось 10 новых детских садов, а в планах еще 6. Каждый из инвесторов, которые приходят в район, получают социальные обременения. Это квартиры для работников бюджетной сферы, открытие офисов для врачей общей практики, строительство поликлиник, школ или даже возведение современной районной тепловой станции. А РТС нам надо как воздух, иначе замерзнем. Уже был ледяной дождь, помните? Сделано много, но предстоит еще больше. Останавливаться и упиваться успехами некогда. Сегодня активно идут разработки по продвижению строительства Молковской больницы. Инфекционного корпуса видно в Скорайонной клинической больнице. Начато строительство водозаборного узла. Впереди огромная работа, и ее необходимо делать сообща. Я законно избранный глава района. И я хочу сказать, если вы меня поддержите, то у нас еще много добрых, хороших дел. Мы еще сумеем многое сделать. В ходе встречи был поднят ряд вопросов, по которым уже по поручению главы начаты необходимые действия. Также на встрече был поднят вопрос о законодательных инициативах. Последние изменения 131-го федерального закона предусматривают три формы выбора главы муниципального образования. На совещании актива представители общественности выразили надежду, что в Ленинском районе сохранятся прямые общенародные выборы главы.